Дети-сироты должны жить в комфортных условиях. Алексей Русских поручил в течение года провести в Ульяновской области обследование всех домов для сирот. В том числе и не снижать контроль за ситуацией с домом для сирот в Большом Нагаткино Цельнинского района. Необходимо в дальнейшем учитывать мнение самих детей-сирот, где они хотят проживать. И не селить их на выселках. То получается картонных домиков настроили, они сейчас пустуют и один негатив получаем и проблема не решается. В настоящее время система предоставления жилья детям-сиротам претерпевает изменения. В 2022 году вместо приобретения квартир по договорам до любого участия в строящихся домах их начали закупать на вторичном рынке. Действительно меры в большинстве своем улучшат ситуацию в части именно предоставления жилья для детей-сирот. В части качества жилья, в части территориального комфорта для проживания детей-сирот и в части социализации тех же самых детей-сирот. Потому что вопрос представления жилья для детей-сирот, он не просто, скажем так, важный, он важен для человеческой жизни. Также с 1 января 2023 года в регионе вступил в силу закон, согласно которому сироты смогут самостоятельно выбирать муниципалитет, в котором получат жилье вне зависимости от места постановки на учет. А с 1 июля начнет действовать новая мера поддержки – социальная выплата в виде сертификата на приобретение жилья. Ну это хорошо, в принципе, почему должна молодежь где-то, если не хочет он жить где-то в деревне, где-то на окраине, хочется жить в городе, почему бы и нет.